И снова в школу! День знаний в этом году прошел в необычном формате. В частности, в школе номер два на торжественной линейке присутствовали только первые и одиннадцатые классы. В связи с тем, что у нас большое количество учеников первых классов, это 186 и плюс учащихся 11 класса, поэтому пришлось проводить две линейки. Это в 10 часов и в 11.30 вторая линейка была. Так было не во всех школах, просто Истринская ЗОЖ номер два лидирует и по площади, и по количеству учеников. В зависимости от площади, если в школе небольшое количество детей, то, соответственно, там первый, девятый, одиннадцатый класс. В связи с тем, что у нас площадь не позволяет, у нас большое количество, мы самая большая школа в городском округе, поэтому было принято решение только для первых и одиннадцатых классов. Но если вы подумали, что ученики со второго по десятый классы не пришли в школу вовсе, это не так. Классный час был у всех. Первыми освободились третиклашки. Мы узнали, с каким настроем они входят в новый учебный год. Два года вы же отучились. Нравится ли вам в школе? Ну, да. Да? Да. А вот вы сейчас дистанционно учились, да? Вот как вам больше нравится, в школу ходить или по интернету учиться? В школу ходить. Там весело учиться, хороший учитель. Мы на переменах играем. Что ты пожелаешь своим одноклассникам в новом учебном году? Ну, здоровья, радости, чтобы дружили все друг с другом. Если был бы у вас выбор, остаться в детском саду или пойти в школу, что вы выберете? Пойти в школу. В школе интереснее и умнее. Школа или пойти на работу сразу? Школа. Школа, да? Потому что в школе можно еще повеселиться, а на работе нужно работать, работать и работать. И потом устаешь и ложишься, смотришь кино. Что, желаем ребятам интересного и продуктивного учебного года. В свою очередь отметим, что обучение в российских школах пока планируется в традиционном очном формате. Официальной информации о повторном введении режима самоизоляции не поступало. Полина Громова, Антон Елизаров из Трайра.